Наши спонсоры, компания Ibsen и тот новый препарат, который, к сожалению, уже давно в Европе и совсем недавно появился в нашем распоряжении и существенно изменил наши подходы в лечении метастатического рака почки. Мы все знаем о тех успехах в лечении метастатического рака почки, которые у нас есть сегодня. Это и новые ингибиторы тирозинкиназ и новые комбинации моно-онкологических препаратов с ингибиторами тирозинкиназ и между собой. Если мы посмотрим на рекомендации российские, давайте начнем со второй линии, потому что препарат Кабазантиниб, о котором будем говорить, изначально зарегистрирован для лечения именно во второй линии терапии метастатического рака почки, то уже в российских рекомендациях АОР этого года мы видим, что стандартом, режимом предпочтения является применение Кабазантиниба, если пациент в первой линии получал антиангиогенную терапию. Почему этот препарат был изначально зарегистрирован для этого? Тому послужило исследование Метеор, где включались пациенты, которые получили как минимум одну линию антиангиогенной терапии. И пациенты были рандомизированы на тех, кто получал терапию стандартным препаратом для того времени Эверолимус и Кабазантиниб в дозе 60 мг ежедневно. Конечной точкой исследования было определение выживаемости без прогрессирования, и вторичные точки включали оценку общей выживаемости, частоту ответов и безопасность. Если посмотреть на частоту ответа, то мы даже не вдаваясь в подробности видим, что частота ответов, объективных ответов, видите, 17% частичный ответ, что практически в 5 раз больше, чем при применении до этого стандартного подхода применения Эверолимуса. Была получена в исследовании Метеор. Стабилизация заболевания приблизительно одинаковый процент, и, конечно же, высокая частота объективного ответа, плюс очень быстрое наступление времени этого ответа, видите, что медиана до ответа составила менее двух месяцев. Конечно же, позволила расценивать этот препарат как очень эффективный. Если говорить о выживаемости без прогрессирования, которая была первичной конечной точкой исследования, то мы видим, что она практически в два раза выше при применении Кабазантиниба по сравнению с Эверолимусом, и общая выживаемость также достоверно выше у пациентов, которые получали Кабазантиниб в дозе 60 мг в сутки. При подгрупповом анализе мы видим, что все пациенты, вне зависимости от группы прогноза и пациенты благоприятного, промежуточного и плохого прогноза, все хорошо отвечали на лечение, вне зависимости от того, перед этим они получали одну линию антиангиогенной терапии или две линии, очень важно, вне зависимости от того, были ли у них костные метастазы, потому что костные метастазы являются фактором, негативно влияющим на прогноз, висцеральные метастазы, и вне зависимости от статуса мед, почему он оценился, потому что Кабазантиниб, помимо того, что он является мультикиназным ингибитором, и помимо ингибиции сосудистой антелиального фактора роста, ИГФР, ЦКИД, также ингибирует рецепторы СИМЕТ. Поэтому во всех группах мы видим хороший ответ. Когда мы первый раз увидели результатовые исследования, препарата еще не было в России, и мы все ужаснулись в частоте негативных побочных явлений, которые наблюдаются при применении этого препарата, вы видите, что частота встречаемости больше 20% в любой из групп сравнения, довольно высокая частота в группе Кабазантиниба, но если посмотреть на частоту нежелательных явлений третьей и более степени, то их частота оказалась очень невелика, вы видите 5%, 8%, диарея 13% и гипертензия 15%. В общем-то, вполне приемлемые результаты. Если посмотреть на длительность терапии, которую получали пациенту, то медиана была в два раза больше в группе Кабазантиниба, что, опять же, косвенно говорит об его большей эффективности с одной стороны, и с другой стороны о хорошей переносимости. Редукция дозы действительно требовалась многим пациентам, видите, 62% пациентов потребовали, у них потребовалась редукция дозы, но тема хороша Кабазантиниб, что он существует, во-первых, в разных дозировках, и подразумевает подбор дозы, редукцию дозы в случае развития нежелательных явлений высокой степени тяжести. Но если посмотреть на частоту отмены терапии, то она не отличается от пациентов, которые получали веролимус, 12%, 11%, такая же частота отмены терапии. Если сравнить Кабазантиниб с другими мультикиназными ингибиторами, которые мы применяли и применяем на сегодняшний день, такими как оксетиниб, сарафиниб, то мы видим, что Кабазантиниб имеет преимущество над всеми мультикиназными существующими ингибиторами в отношении выживаемости без прогрессирования, также в отношении Ниволумаба, ну и, естественно, в отношении плацебо. Итак, в современных рекомендациях всех профессиональных ассоциаций основными препаратами для второй линии терапии являются Кабазантиниб, Ниволумаб и комбинация эверолимуса с Ливантинибом. Давайте посмотрим в сравнении с Ниволумабом, какие преимущества имеет Кабазантиниб. Но если посмотреть на выживаемость общую, мы видим, что медиана общей выживаемости несколько выше в группе Кабазантиниб, 23,7 месяца по сравнению с 22 месяцами в группе Ниволумаба. Частота контроля заболевания, 8 из 10 пациентов, у них был обеспечен контроль над заболеванием по сравнению с 6 из 10 в группе Ниволумаба. Если посмотреть на скорость наступления ответа, то скорость наступления ответа по сравнению с Ниволумабом практически в 2 раза быстрее мы видим ответ. Почему это важно? Во-первых, мы видим, что препарат действует. Во-вторых, у пациентов уменьшаются клинические проявления заболевания, что важно во многих случаях, особенно при наличии угрожающих жизни метастазов. Например, с издавлением спинного мозга, метастазов, которые вызывают существенный болевой синдром. Если посмотреть на группы пациентов, которые исследовались при регистрации Ниволумаба, во втором линии исследования ЧЕКМЕЙК-25 и в исследовании Метеор, где исследовался Кабазантиниб, то мы видим, что большинство пациентов в исследовании Метеор относились к группе благоприятного и промежуточного прогноза. А Ниволумаб в основном имел преимущество и исследовался у пациентов в группе плохого прогноза. Поэтому то же самое мы видим в различии в популяции пациентов, если мы сравниваем вторую конкурирующую комбинацию, это линвотениб с Иверолимусом, с Кабазантинибом. В основном комбинация линвотениб и Иверолимус изучалась у пациентов промежуточного и плохого прогноза, в то время как в исследовании Метеор только 12% относились к группе плохого прогноза. Профили безопасности. Нежелательные явления отмечаются, естественно, и при применении комбинации линвотениб и Иверолимус, и при применении Кабазантиниба. Но явления третьей и четвертой степени, мы видим, практически не отличаются по частоте. Серьезное нежелательное явление третьей и четвертой степени существенного различия нет. Прекращение терапии практически в два раза реже отменялась терапия при применении Кабазантиниба по сравнению с комбинацией линвотениб и Иверолимус. Ну, понятно, что комбинация мультикиназного ингибитора линвотениба с ингибитором МТОР, конечно же, имеет больше нежелательных явлений, чем монотерапия Кабазантинибом. Редукция дозы. То же самое, мы видим редукция дозы, действительно высокая частота, 62%, но еще выше редукция дозы требовалась при применении комбинации линвотениб и Иверолимус. Таким образом, если говорить о второй линии терапии метастатического рака почки, Кабазантиниб статистически значимо улучшает общую выживаемость, выживаемость без прогрессирования и частоту общих ответов по сравнению с терапией Иверолимусом. Для терапии Кабазантинибом характерна более быстрая реализация противоопухолевого эффекта. Кабазантиниб обладает характерным для ингибиторов тирозинкиназ профильным токсичностью. Кабазантиниб превосходит по эффективности существующие мультикиназные ингибиторы, такие как оксетиниб, сарафиниб, сонетиниб по данным сетевого и метаанализа. И на сегодняшний день входит во все международные и отечественные рекомендации АОР, например, как стандарт терапии пациентов с метастатическим раком почки, которые получили антиангиогенную терапию, одну или две линии. Поэтому во второй линии терапии Кабазантиниб, конечно же, это палочка-выручалочка и должен применяться бесспорно. Но давайте посмотрим, что же у нас в первой линии терапии. Если посмотреть на рекомендации АОР, то же самое мы увидим и в рекомендациях НССН, и в рекомендациях Европейской ассоциации урологов. Кабазантиниб присутствует не в предпочтительных, но в альтернативных режимах. Почему? Потому что было проведено исследование Кабасун, где в первой линии терапии Кабазантиниб сравнивался с унитенибом в стандартной дозе. Что показало это исследование? Исследование показало достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования и тенденцию к увеличению общей выживаемости по сравнению с пациентами, которые получали с унитениб. Если сравнивать все существующие основные подходы на сегодняшний день, которые рекомендованы в первой линии терапии, по времени до объективного ответа, то мы видим, что Кабазантиниб обладает преимуществом очень быстро, мы видим ответ 1,9 месяцев медиана наступления ответа по сравнению с комбинациями и пенива, и пембра, акси. Ну и то, о чем я говорил. Костные метастазы, которые являются негативным фактором прогноза и существенно ухудшают результаты лечения больных, если мы применяем комбинацию и пенива, если мы применяем комбинацию пембра, акси, но если мы применяем Кабазантиниб, то мы не видим в подгрупповом анализе различий у пациентов, которые имели костные метастазы, и пациенты без костных метастазов. Препарат эффективен, очень эффективен у пациентов именно с костными метастазами. Во многом это, возможно, связано с тем, что, как я уже сказал, он также, помимо сосудистой антелиального фактора, ингибирует рецептор СИМЕД, который участвует в патогенезе развития костных метастазов и поражение костной ткани. Таким образом, терапия Кабазантинибом улучшает выживаемость без прогрессирования и достоверно увеличивает частоту общих ответов по сравнению с терапией с унитенибом в первой линии терапии. Также отмечается тенденция к улучшению общей выживаемости. Побочные эффекты характерны для всех ингибиторов тирозинкинас, это диарея, повышение давления, кожные реакции в основном. Кабазантиниб на сегодняшний день превосходит по эффективности все существующие ингибиторы тирозинкинас, которые применяются в первой линии терапии и входит во все международные отечественные рекомендации, в том числе и в первой линии терапии, как альтернативный режим, например, если пациентам противопоказано применение иммуно-онкологических препаратов, например, пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Пациенты с метастатическим почечноклеточным раком промежуточным высокого риска по критериям АМДС являются как раз кандидатами для назначения кабазантиниба в первой линии. Пациенты при непереносимости иммуно-онкологических препаратов, при наличии метастазов в функционально значимых зонах, когда каждый день важен для того, чтобы у пациента не развились угрожающие для жизни осложнения. И, как я уже сказал, костные метастазы – это также фактор, который должен учитываться при выборе первой линии терапии и, возможно, предпочтение должно отдаваться у этих пациентов именно к кабазантинибу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.